Нет, тут я как раз прокомментирую, это не как специалист, а просто, наверное, как человек, который может понимать, что в нашей жизни всё меняется достаточно часто, мы откладываем, не знаю, свои элементарные поездки, а тут, конечно, грандиознейшее событие, которое должно, на самом деле, было сложиться всё, и автоматика, и люди, и погодные условия, баллистика, и всё-всё-всё. И мы понимаем, что и старты у нас откладываются по определённым причинам, я не вижу в этом каких-то, ну, не знаю, отрицательных, что ли, моментов. Это надо просто грамотно понимать, грамотно анализировать. Надеюсь, что в этом нет какого-то человеческого фактора. Мне почему-то хочется верить, что люди там работают достаточно ответственно и тоже болеют душой, болели за этот старт. Случается такое, что откладываются и старты, и посадки. Если мы говорим про пилотируемые спуски, то это бывает достаточно часто. Главное, чтобы это не несло каких-то негативных последствий. Так, если это был такой резервный день, и произошло всё достаточно в штатном режиме, ну, как сейчас комментируют в СМИ, то, ну, не знаю, я очень рада и прочитала все поздравления с большим удовольствием и тоже ответила на них вот таким эмоциональным зарядом. И сейчас очень мне приятно вспоминать, что я была на космодроме Восточный, ещё когда он строился год назад. С удовольствием побродила там, походила и надеялась, что когда-нибудь увижу старт с этого космодрома. С удовольствием побродила.